То, что оккупация Крыма была бескровной, это миф, заявляют члены Меджлиса. Большая часть крымчан были против аннексии, а те активисты, которые выражали свою гражданскую позицию, расплатились жизнью. Первое имя, которое мы вспоминаем, это Решат Аметов, первая гражданская жертва. Есть все доказательства, вся необходимая доказательная база для того, чтобы завершить это уголовное дело. По прошествии трех лет мы не имеем не то что осужденных за убийство крымско-татарского активиста, но даже завершенного дела. По информации Меджлиса, жертвами российских силовиков стали крымско-татарские активисты, украинские военные и активисты Евромайдана. В первый год с начала оккупации на территории полуострова были похищены, убиты, не найдены 24 активиста, среди которых и украинцы, и крымские татары. Как рассказывают члены Меджлиса, репрессии на полуострове продолжаются и сегодня. С начала российской оккупации Крым покинули 30 тысяч крымских татар. Сегодня почти 10% коренного народа покинуло родину. 10%. Когда нас 300 тысяч населения крымско-татарского народа, весь народ сконцентрировал в Крыму, и уехали 30 тысяч человек крымских татар, то это очень ощутимо. Это за первые неполных три года. Рязашев Киев считает, что число выезжающих из оккупированного Россией Крыма будет увеличиваться. Он добавил, что вынужденное переселение жителей полуострова нужно расценивать как геноцид крымчан.